день у нас сегодня но необыкновенно солнечный для москвы так и хочется на улицу выйти там 0 градусов но ужасно скользко вот сплошной лед ксюха вон к открытому окошку подбирается там птички еще летают да какие там птички а я вот с раннего утра варю костный бульон там здоровенная такая говяжья масолышка и все это будет часов 12 варится вы делаете такой костный бульон но чтобы все полезные вещества которые есть в этой кости по максимуму перешли в бульон я добавила уксусу своего домашнего вот в этом году я немножко сделала из своей черноплодки видите какая матка сформировалась прекрасная обычно мы ксюхи вот такой корм покупали в пятерочке и это изготовлено в республике мордовия она его так хорошо ест но поскольку магазин пятерочка у нас вот первого числа был закрыт то в дексе я купила вот такой новое что-то кстати изготовлено в москве недалеко от нас на улице кражановского по цене примерно такой же но вы знаете мне понравилось лучше тем что там меньше жидкости он даже вот на ощупь такой более твердый чем здесь вот здесь прям проваливается все в воду да ксюшка правильно мама говорит в этом вот меньше это какой-то жидкости соуса больше все таки самого корма видите как ей понравилось новый корм вот уж действительно не было бы счастья да несчастье помогло так наелась и давай маму за ноги хватать да силы есть энергии есть вот вот а все думают что она такая нежная такая милая вот такой сплошной лед просто каток причем везде даже вот здесь вот уже тоненькая корочка льда на лужах потому что к вечеру постепенно будет уже минус 1 1 января в москве был поставлен температурный рекорд днем было четыре с половиной градуса вот говорят что такого не было 50 лет сегодня ноль но самое то страшное что гололед жуткий гололед я вчера умудрилась даже упасть и представьте себе не могу сказать что падение это было удачным потому что как раз на больную вот правую руку которую мне вообще нельзя нагружать после операции онкологическая ну и так далее но в общем то надеюсь что обойдется без совсем уж страшных последствий вот смотрите сзади меня белочка вон там белочка побежала у нас их тот много в парке такая серенькая она сейчас что с небу копает не боится своим делами занимается какой малыш народу много сегодня гуляет бревнушка то очень надо вот по слухам говорят что наш парк сейчас перешел в частную собственность не знаю пока не проверяла но посмотрите какая разница вот здесь налет насыпан песочек соль похоже может быть немножко но не химия вот это вот вот видите все все дорожки вот таким песочком усыпаны чтобы здесь не поскользнуться а там между домами ужасный каток я вам показывала парк у нас достаточно большой и вот я буду по нему двигаться очень осторожно и поговорю с вами вот о чем собственно на тему этого разговора навел меня мой новый подписчик сергей блинов который живет в омске и у него тоже есть свой канал на ютубе я потом вам ссылочку там оставлю на этот канал так вот сергей мне в комментарии под моим видео в котором я показывала снег и гололед в москве мне написал что ну вот оказывается и в москве ну вот есть такие проблемы а то нам прямо стыдно показывать то что у нас происходит вот он в частности елочка вот а потому что как пишет сергей многие московские блогеры показывают только вот красоту москвы как здесь все здорово а еще как раз совсем недавно с любой это моя давняя такая приятница по ютубу которая живет в семейне мы как раз обсуждали в комментариях вот такую тему что если мы хотим чтобы наша жизнь вот реальная жизнь в том месте где мы живем становилась лучше то мы как то должны действовать то есть принимать участие в этом улучшении тут шары новогодние так вот как мы можем действовать что мы можем сделать ну вот например показывать реальную жизнь то есть то которое есть без прикрас и в то же время ну не выискивать специально что-то плохое там да и это показывать кстати таких блогеров и в частности по москве я немало вижу на ютубе которые имеют очень большие просмотры благодаря тому что они все-таки критикуют и какие-то причем неконструктивно критикуют и какие-то жуткие вещи говорят вплоть до того что вот так часто закрываемые сейчас различные станции метро или там целые прогоны вот это вот делается ради того чтобы там какие-то бомбоубежище устраивать ну в общем слов нет и говорить про это даже не хочется но я считаю что вот этот вот реальный показ вот допустим там вот у нас гололед и это очень большая проблема на самом деле сейчас в москве так вот ну как то мы должны это показывать и если вот я сейчас зашла в парк и вижу что здесь прекрасно там расчищены дорожки или посыпаны песочком так вот я и говорю что вот прекрасный пример на который ну надо наверное ориентироваться да вот чтобы не происходило такого большого количества сейчас несчастных случаев когда люди и переломы получают и ушибы вот так что вот мне интересно ваше мнение действительно и те которые блогеры и те которые смотрите ли на ютубе как вот вы со мной согласны потому что ведь то что у нас красиво и то что у нас замечательно нам все время показывают по телевизору который я правда не смотрю вот а про вот какие-то такие моменты которые касаются реально каждого из нас и в этом жить просто неудобно ну наверное мы тоже должны их у себя на каналах показывать и как-то это обсуждать и доводить это в том числе и до властей коток усадебный вот у нас здесь есть что-то по-моему он сегодня не работает вообще я как-нибудь вам расскажу об этом нашем воронцовском парке на месте которого действительно раньше была усадьба и как сейчас его восстановили преобразили потому что это тоже хорошее дело про которое стоит рассказать вот опять смотрите все основные дорожки посыпаны песочком мы сейчас по такой дорожке выйдем с вами к пруду здесь вообще целая система прудов вот летом здесь живут много буток и даже рыбаки ловят рыбу что они там ловят я не знаю но факт тот что ой сейчас я вам покажу юных хоккеистов вот такой маленький каточек тему хоккея меня проследует второй день молодцы ребятки а клюшек то между прочим много я не пойму что тут у них потренироваться что ли можно а здесь вот тоже хорошее дело смотрите пруд огородили да чтобы туда не ходили предупреждение чтобы вот горячие головы туда не лезли потому что лед явно еще не устоявшийся некрепкий но ведь здорово же правильно вот видите и знак стоит объясняющий и запрещающий одновременно и солнце так приятно видеть солнце в москве ну в общем вот вот такой крик души у меня сегодня получился с подачи да моих друзей блогеров так что пишите пожалуйста в комментариях что вот вы думаете по поводу этой темы которую я подняла будем будем обсуждать на этом я с вами попрощаюсь и пойду гулять вот по этим вот прекрасным почищенным дорожкам всем пока до новых встреч на этом канале и жду ваших комментариев до новых встреч